Здравствуйте! К нам обращается Ольга. Ольга пишет, благодарю вас за обратную связь, прошу помочь в ректификации натальной карты и построении соляра. Ольга родилась 29 июля 1971 года в Новоалтайске. Предполагаемое время, мама говорила, рано утром, возможно, в районе 6 часов утра. Ну, это уже хорошие для нас как бы вести Новоалтайск, Алтайского края. Для ректификации сообщается, что есть старший брат, а за год до моего рождения у родителей должен был родиться мальчик, но что-то пошло не так, и во время родов он не выжил. Потом родители расстались. И маму не стало в 2011 году, а папу в 2015. Получается, что мама ушла в 2011 году, когда вам было на тот момент 40 лет. Давайте посмотрим, можем ли мы найти дирекцию на уход мамы, потому что из родителей мама ушла раньше папы, и по теории она должна быть отражена у вас, как у младшего ребенка своих родителей. Но могу только применить мини-дирекцию у ранок ИЦ, что как раз максимально близко к Луне и, наверное, соответствует действительности. Мамы не стало 12 ноября, когда на тот момент Ольге было 40 лет, 3 месяца, и получается 14 дней. 4 градуса, 1 минута, 44 секунды. 4, 1, 44, и у меня получается точное время рождения Ольги. Запишите, пожалуйста, потому что это критически важная информация. И потом восстановить ее будет совершенно невозможно. Итак, точное время вашего рождения, уважаемая Ольга, составляет 5 часов 52 минуты 37 секунд Новоалтайск, Алтайского края. Также Ольга сообщает, что в 99-м году она вышла замуж в возрасте, соответственно, 28 лет. Ну, это дирекция классическая, солнце к Меркурию, да, и характерно, что вам было на тот момент еще 27 лет, все очень точно. Вот, и в 2022 году внезапно скончался муж. Ну, видимо, так отыгрался ретроградный Марс, к сожалению, в седьмом доме. Такое произошло, увы, несчастье. Постигла Ольгу, к сожалению, так. И теперь мы можем, соответственно, посмотреть уже теперь соляр. И Ольга пишет, что в последнее время все чаще возникают мысли о смене района проживания. Сейчас живу в восточном округе Москвы, метрогородок. Очень зеленый экологичный район. Но мысли есть, хотя не хочется влезать в какую-либо нагрузку. Дорогая Ольга, метрогородок на астрологической карте Москвы находится под влиянием знака рыбы. Это, конечно, для вас восьмой дом и активирует. Вот оно проиграло сдавство. Как бы, ну, поскольку уже метрогородок свой выстрел сделал, так сказать, в вас, то, кстати, шикарно, четко подтверждающая дирекция ИЦ к Юпитеру переезд с мужем в Москву. Да, наиточнейшая ректификация. Теперь уже не знаю, есть ли смысл в том, чтобы менять. Тем более, что район вам нравится. Но если вы соберетесь, то вам идеально было бы тогда переместиться в рамках того же восточного округа. Ну, правда, там менее зеленые районы вдоль Калининской ветки метро. Но если, повторюсь, в этом есть смысл. Или Новокосино. Я не уверен. Возможно, сейчас там есть метро, и продав квартиру в метрогородке, вы бы могли купить квартиру лучше в Новокосино. Но все это как бы не так очевидно. Поэтому этот вопрос у нас повисает в воздухе. И мы приступаем по просьбе Ольги к построению соляра для нее. И асцендент сразу... Так, но Ольга просит соляр. А какой же соляр, когда у нас уже на дворе август, а день рождения был в июле? Это только тогда уже мы будем обсуждать следующий соляр, потому что с этим ничего уже сделать нельзя и невозможно. А следующий соляр на Москву не очень хороший. И я даже думаю, что нас Калининград не выручит. Хотя нет, Калининград удивительным образом даже особо не надеялся на это. Но чудо случилось. Итак, видимо, высшие силы очень хотят вам помочь, уважаемая Ольга. И хотя, конечно, еще критически рано оговорить о следующем дне рождения, тем не менее, запишите, пожалуйста, ваш следующий соляр, только все это надо записывать. Потому что это информация на вес золота и ретификация, и соляр. И я это, во-первых, у себя в компьютере не сохраняю. И, естественно, я не могу вспомнить эти расчеты, поэтому то, что не записано, то как бы потеряно. Ваш соляр включается на один день раньше календарного дня рождения в следующем году 28 июля 2025 года вам надо приложить максимум усилий. Вот вы можете по самой, так сказать, комфортной цене максимально заранее приобрести билеты, размещение, потому что вы это уже знаете задолго вперед, что в следующий день рождения вам надо находиться в Калининграде, столице Янтарного края. Соляр включается в 2 часа ночи, то есть вы будете отдыхать, проснетесь 28 с прекрасным соляром. И последний важный совет. При том, что следующий соляр предупреждает вас о том, что документы, если не поехать на соляр, то могут потом с какими-то документами какие-то пожилые люди будут к вам претензии кидать, если вы останетесь в Москве. 28 и 29 июля 2025 года для повышения удачи в одежде, аксессуарах и украшениях вам рекомендуется делать максимальный акцент на черный цвет. Это мы пообщались с Ольгой. Причем так получилось, что вот у меня письмо подписано просто Ольга. Но по известному закону парных случаев следующая наша гостья тоже Ольга, только Ольга Э. Надеюсь, что обе Ольги найдут ответ про себя и не произойдет недоразумение. Вот такие чудеса в астрологии часто бывают. То месяцами ни одной Ольги или Светланы, то подряд вот две гости с одинаковым именем. Итак, к нам обращается Ольга Э. Ольга просит соляр. Ольга родилась 28 января 1969 года в 4 часа 52 минуты. Место ее рождения – город Москва. Время вычислено другим астрологам. Ну, другим так другим. В этом солярии, как и в тот год, когда умерла мама, Юпитер в 10 доме. Папа жив. Ну, вы знаете, Юпитер в 10 доме – это вообще мечта. Это прекрасный показатель, к которому, как бы, никаких претензий предъявить не можем. И я не вижу Юпитера в 10 доме. Или вы имеете в виду соляр, который вот вы сейчас проживаете. Давайте посмотрим. Да, нет, тут Сатурн в 10 доме. Не знаю, о чем идет речь. Я ввел данные. 28 января, тысяча, да, 4,52 Москва. Не знаю, где вы понаходили все вот эти показатели. Их у вас нет. Юпитера в 10 доме. Вот. Ольга хочет уйти из профессии. У нее есть свой бизнес. Ну, и изменится ли в лучшую сторону личные отношения, спрашивает Ольга. Что делать сейчас? И, так сказать, отправиться ли, чтобы продолжить карьеру. Ольга просила не называть. Кстати, Ольга, вот вы говорите, сделано другим астрологом. Дело в том, что точная, качественная ректификация, она подразумевает обязательно секунды. Если вы посмотрите любой мой выпуск, ответ, где я делаю ректификацию, там всегда время рождения известно с точностью даже не до минут, а до секунд. А вы мне, вернее, вам тот астролог секунд не предоставил. Итак, по поводу вашего вопроса отправляться ли туда, чтобы продолжить вашу кинокарьеру или не кинокарьеру, вернее, а карьеру в другой области. Но я думаю, что нет. И самое главное, действительно, у вас сейчас кармический возраст, и вам надо полностью сосредоточиться, вот полностью на вашем малом бизнесе. Вот тогда все войдет в колею. Ну и то, что вы пишете про начать ли кататься на самокате, на моноколесе в третьем доме. Ну, я думаю, неплохо, но вообще автомобиля достаточно. Но если вы, допустим, как-то не автолюбитель, то ну, можно велосипед, тоже хорошо. И частный бизнес. Ольга, так, и я строю соляр. Соляр это будет у нас следующий. Он включается 27 января 2025 года. Кстати, в соляре стационарный уран в день рождения в следующем. и не исключено, что к вам обратятся с сами на вас выйдут люди, но этот соляр действительно опасен. Совершенно не по поводу никакого Юпитера, а он опасен тем, что асцендент попал в восьмой дом и солнце в шестом и надо спасать папу. Поэтому для Ольги я приступаю к спасению папы. У меня получилось и папа спасен и теперь нам надо посмотреть, где это территориально и вот это территориально это пожалуй Саранск. Если нет, то будем пробовать Чебоксары. Саранск прекрасный город, просто прекрасный. Место силы. К сожалению, нельзя. Саранск, к сожалению, нельзя. Не прошел. Значит, тогда можем попробовать Чебоксары, которые должны быть нет. Но что такое-то? Значит, тогда Казань, ну уж Казань-то точно нам поможет по-другому просто быть не может. Нет терминалка. Да, Ольга, моя борьба приобретает особо жесткий характер. Ну, тогда либо Тольятти, либо Самара. Пробую Тольятти, тоже нет. Тогда Самара. Сейчас до Ижевска доедем. Ну, Самара, наверное, да. Самара, да. Ну, значит, Самара, значит, так распорядилось небо. Спасаем папу, спасаем вас, открываем новые перспективы в жизни, встречая ближайший день рождения в славном городе Самаре, областном центре. Запишите, пожалуйста, Куйбышевской области, запишите, пожалуйста, параметры вашего соляра. Он включается 27 января на один день раньше календарного дня рождения в Самаре 20 часов и 11 минут. Время там на один час опережает Московская. По местному времени 20 часов и 11 минут, то есть 8 вечера. И, учитывая прекраснейшее солнышко и еще ряд планет, включая даже Луну в пятом доме, вам надо находиться на праздничном, даже я бы сказал творческом, учитывая четыре планеты в доме творчества ужине, в ресторане или клубе города Самары. 27 января 8 вечера Самара великолепный соляр. И вот Ольга, этот соляр, он как бы послужит для вас точкой отсчета вашей новой жизни, с чем я вас искренне, просто искренне и поздравляю. К нам обращается с вопросом Ирина К. Ирина К. пишет Добрый день, прошу вас построить мой соляр. Дата рождения Ирины К. 7 декабря 1971 года, время 5 часов 11 минут 40 секунд, место рождения Ирины город Брянск. Ректификация уже как бы сделана, вот они секунды. То, о чем я говорил уважаемой только что Ольге Э, которая делала ректификацию у другого астролога. Друзья, вот по такому как бы маленькому критерию, как известно, дьявол в деталях, замечательная пословица, можно понять действительно ли ректификация имела профессиональный характер. Вопрос с работой. Я, пишет Ирина К. Я живу одна, есть дочь, зять, внуки живут отдельно. Уехала в Тульскую область, вернулась, вышла на пенсию, за плечами два брака, ну, хоть три, ретро-Сатурн в седьмом доме, разрушил все браки. Работаю на двух работах, связаны с командировками, так, общение, более восьми лет, но моему энтузиазму пришел конец. Очень устала и физически, и еще больше морально, стою на перепутье. Бросить эту работу, а если бросить, то чем буду заниматься? Ну да, такой вопрос, конечно, очень серьезный, давайте посмотрим, что нам говорит небо на эту тему. Небо пока молчит, сейчас, сейчас будем допытываться, ну, конечно, усталость, тем более, время трудное накапливается, Луны без курса нет, вы вполне себе все отчетливо понимаете. Ну, пока она идет по девятому дому, не знаю, как-то вот, мне кажется, вы пока еще, хоть вы безусловно устали, я ни в коем случае не подвергаю сомнению это, но если брать объективно, то у вас окончательный отход от работы показан очень и очень нескоро, очень и очень нескоро, а именно он показан, ну, я не буду сейчас вдаваться прям в точные прогнозы, после 60 лет, после 60 лет, то есть еще как минимум лет 10 у вас впереди активные деятельности и успешные деятельности, вы очень востребованы, именно действительно как личность, как человек, поэтому мне кажется пока может быть есть смысл просто взять ну какой-то перерыв и ну немножко чуть-чуть если это возможно отдохнуть и с новыми силами продолжить вашу деятельность, потому что пока другого альтернативной никакой занятости не просматривается я построил для Ирины К. соляр на Брянск где она в данный момент проживает на первый взгляд ничего плохого в этом соляре нет стрессовость в пределах нормы и следующий год Ирина он все решит потому что редчайший случай который бывает один раз в жизни в ближайшем соляре у вас сразу две планеты будут в стационарном положении недаром вы как бы там в письме пробросили такую краткую фразу из своей личной биографии так вот могу дополнить что такая стационарность предполагает и перемены в лучшую сторону в личной жизни у вас стационарный Марс и Нептун поэтому как бы а если вы сейчас уйдете в затвор то где же как же это осуществится запишите пожалуйста параметры вашего соляра он включается 6 декабря на один день раньше календарного дня рождения в силу того что нынешний год високосный в 2 часа ночи в Брянске то есть у себя дома 6 вы проснетесь и у вас уже включился соляр и вы настроитесь на самые счастливые перемены потому что повторюсь я бы вот с такой диспозицией возлагал на следующий год огромные надежды на счастливые перемены в вашей жизни особенно личной но для этого пока тему ухода с работ необходимо мне кажется закрыть к нам обращается Елена Елена пишет здравствуйте уважаемый Сергей Дмитриевич хочу вас попросить ректификацию моей натальной карты Елена родилась 24 марта 1969 года и есть дата смерти папы и получается что переезд в город Новосибирск из Якутии или вопрос или лучше остаться жить в Якутии спрашивает уважаемая Елена ну что же Елена рад нашей встрече и с удовольствием ректифицирую вашу натальную карту папы не стало в 2009 году первого июня когда уважаемой Елене как раз исполнилось на тот момент 40 лет и в данном случае нам нужно попробовать найти подходящую дирекцию я думаю что это будет мини-дирекция Сатурна к асценденту и Сатурн это ближайшая злая планета к Солнцу поэтому могла по этой дирекции в натальной карте пройти смерть вашего папы на момент смерти отца Елене было 40 лет 2 месяца и 8 дней 4 градуса 1 минута и 8 секунд получается что так тогда точное время рождения уважаемой Елены составит запишите пожалуйста что у меня получилось у меня получилось что точное время вашего рождения составляет 8 часов утра 22 минуты и 23 секунды Елена я никогда не видел вас ну по фотографии ваш портрет но судя по вашему асценденту у вас такая необычная броская очень характерная внешность вот буквально для того чтобы сниматься в кино такая вот у вас очень необычные черты лица такая вот внешность которая притягивает взоры окружающих природа вас наделила такой броской необычной красотой итак время рождения Елены 8 часов 22 минуты 23 секунды теперь Елена спрашивает целесообразно ли ей переехать из Якутии на постоянное место жительства в Новосибирск ну квадрант Новосибирска здесь достаточно так плотно заполнен планетами поэтому жизнь скучной не будет ангуляры через Новосибирск не проходят скажу так в принципе острой необходимости в этом переезде нет но если к примеру вы как-то ощущаете что ну уже хотели бы как-то ну менее суровый климат но в Новосибирске ведь тоже не Сочи вы это наверняка хорошо понимаете поэтому 50 на 50 если допустим вы уверены Елена что там как-то вас ждет со всех точек зрения налаженная спокойная жизнь то да если это под вопросом то скорее нет чем да жизнь в Новосибирске в принципе вас ждет хорошая насыщенная и интересная не сказать что вы безоблачная но она безоблачная мало у кого бывает раз два три четыре добрых планеты и две злых ну как бы хорошее соотношение поэтому если вы не ухудшите качество своей жизни этим переездом Елена то я считаю что решиться можно и если теперь вопрос когда на это все решаться я думаю что хорошее время для переезда в Новосибирск наступит не раньше ноября две тысячи но не 24 это я смотрю по графику прогрессивной луны а ноября две тысячи двадцать пятого года то есть вот как ноябрь начнется можно переезжать у вас хороший период с ноября по середину мая но это уже будет май две тысячи двадцать шестого с ноября две тысячи двадцать пятого по май две тысячи двадцать шестого удачный период для переезда в Новосибирск если вы решитесь итак мы поздравляем Елену с ректификацией ее натальной карты точное время рождения Елены составляет восемь часов двадцать две минуты и двадцать три секунды у нас в гостях Кристина Т вижу вообще друзья у меня просьба я понимаю что у меня мало кто в этот в эти моменты слышит но как вот не донести до всех чтобы и вам было комфортно и мне никто совершеннейшим образом у нас все абсолютно конфиденциально и я только за сохранение конфиденциальности сведений о наших гостях ради бога я же не требую чтобы обязательно вас называть вашим официальным именем как в паспорте вы можете назваться как угодно но только пожалуйста начинайте письмо с этого Сергей Дмитриевич прошу вас называйте меня так то и так то дата рождения время место все и как бы сразу хорошо потому что я лихорадочно все время вот этот момент господи как что сказать что не сказать как человека назвать конечно если бы я допустим отвечал в письменной форме то разумеется этих проблем не было бы но я категорически и принципиально настаиваю именно на таком формате ответов который носит стопроцентную открытость и правдивость потому что все эти письменные ответы извините гроша ломаного не стоят я не о себе говорю а в принципе потому что валидность равна нулю а вот когда вы видите астролога перед собой и слышите что он о вас говорит и видите свою натальную карту то как бы здесь сомневаться уже в серьезности подобные консультации наверное невозможно итак у нас в гостях Кристина Т Кристина Т родилась 3 января 1986 года по бирке в 4 часа утра 50 минут место рождения город Кемерово Кемеровская область меня интересует соляр пишет Кристина на 2025 год а еще такой вопрос я работаю стоматологом в клинике планирую открыть собственную стоматологию когда лучше это делать в этом году или в следующем и сложится ли вообще давайте смотреть с одной стороны конечно хорошо Сатурн не ретрограден мы этому рады северный узел в шестом доме но нету других планет мозговик по типу астроменеджмента как бы можно и найм можно и свое дело то есть как бы 50-50 но так так что что меня здесь как бы как бы немножко сейчас посмотрим это я отвечаю Кристине на вопрос все-таки ей открывать свое дело или нет да вот этот опасный стеллариум подходит к Урану Кристина я думаю что эти планы надо отложить на возраст когда вам станет 42 с половиной года объясню почему у вас есть очень опасный ну вы же сами в профессии вы знаете сколько бывает всяких случаев если вы откроете клинику это же не будет клиника одного врача хотя и это бывает кого-то вы возьмете в найм мало ли что произойдет ответственность на вас у вас в 12 доме весьма зловищее скопление планет в виде нисходящего узла Плутона и Марса и вся эта комарилья как раз в районе 43 будет проходить Уран во всем во втором доме и картинка выглядит так что допустим вот вы сейчас или там через год откроете вот эту клинику пойдут пациенты пойдет дело и потом как раз когда вам будет 42 случится некий бэмс некая серьезная неприятность и вам придется отдать все деньги свои а может и заемные чтобы как-то выйти из этой беды таким образом все что я озвучил это фантазия а теперь совет реалистический если открывать свою клинику там же еще и Альдебаран там Марс над асцендентом то есть гороскоп весьма весьма катастрофичен и шутки плохи значит в 42 с половиной года вот это самый ранний период когда пройдут опасные дирекции когда можно открывать свою клинику надеюсь я ответил вам на вопрос и теперь собственно готов уважаемой Кристине Т построить ее ближайший соляр чтобы все было удачно и замечательно соляр Кристины включается 2 января 2025 года на один день раньше календарного дня рождения но асцендент в восьмом доме мы оставить не можем и поэтому мы должны смещаться на запад заодно и поставим Юпитер на асцендент нам надо конечно еще вывести солнышко из восьмого дома вот сейчас получился шикарный соляр просто роскошнейший соляр где огромная удача но только конечно для этого требуется перемещение и тут мы попали в тайгу но чтобы из этой тайги выбраться я все-таки больше сторонник таких соляров по возможности конечно в областных или республиканских центрах сейчас я смотрю соляр Кристины на Челябинск потому что ближайший такой центр да все идеально при этом Кристина шутки в сторону три планеты собираются на вас напасть это Марс Юпитер и Уран это помимо даже что мы отказались от планов открытия своей клиники да но у меня тут раздулся страшный 12 дом ай-яй-яй ай-яй-яй а ведь я хотя тут только на одну планету 4 а можно 3 но зато я спас солнце правда можно было но тогда будет не Челябинск я это понимал тогда чтобы стрессовость ах ты господи соляра привести в норму это тогда тогда не ай-яй-яй что что здесь что творится да солнце уходит восьмой дом все а иначе у меня терминалит ну давайте посмотрим тяжелая история где-то да между так и тянет вот либо Шадринск либо Каргополье давайте проверим оба я понимаю что и Шадринск и Каргополье это не города всеобщей мечты но у нас соляр а соляр он всегда требует максимальных так сказать жертв но зато эти жертвы окупаются нет все ради чего мы это строили мы теряем поэтому давайте оставим Челябинск по крайней мере это хорошее солидное место и запланируйте новогодние новогодние каникулы в Челябинске там есть и досуг и развлечения ну как бы областной центр серьезный там можно составить вполне достойную культурную программу запишите пожалуйста ваш соляр включается как я уже сказал 2 января время местное 13 часов 55 минут ну почти 2 часа дня и в момент включения соляра вам рекомендуется находиться либо в музее либо в храме на выбор либо храм либо музей но музей может быть будет и закрыт ведь это 2 января трудно сказать храм вряд ли будет закрыт поэтому храм 2 но Челябинск 2 января 13 часов 55 минут и у вас включится очень и очень хороший соляр чего я вам искренне желаю к нам обращается Лиана Т вот Лиана как будто бы услышала мое воззвание и ее письмо начинается с этой строчки называйте меня Лиана Т с удовольствием Лиана нам отправила запрос на ректификацию Лиана Т родилась 5 июня 1995 года примерно с 7 до 9 часов утра так получается мама помнит что после родов смену сразу заменили так это важное это важное уточнение бабушка скончалась в 2021 году а дедушка папин отец в 2023 то есть соответственно вам было 26 лет и 28 лет когда это произошло тогда похоже что вас надо ректифицировать по дате смерти дедушки папиного отца думаю что так на основе дирекции Плутона к десценденту и так дедушки не стало 23 марта 2023 года когда Лиане было на тот момент 27 лет 9 месяцев и 18 дней 27 48 такая дирекционная дуга и тогда точное время рождения Лианы запишите пожалуйста дорогая Лиана это очень важные сведения потерять которые просто невозможно потому что они невосстановимы данные о ректификации составляет 7 часов утра 29 минут и 16 секунд 7 29 16 Плутон к десценденту дедушка по линии папы Лиана пишет что замужем училась в театральном на режиссерском факультете но не окончила ну жаль конечно что не окончили северный в пятом доме но хотя бы учились уже хорошо уже хоть как-то кармическая задача немножко решается потому что Лиана пишет что замужем не была и детей нет но у вас 75% в гороскопе сопротивления браку к сожалению к сожалению так и личностное такое безбрачие и кармическая Луна в соединении с Марсом в терминальном градусе так в доме я младше есть старшие сестры ну да они вам как мамы были Луна в третьем доме да Германия Карлсруе отучилась на парикмахера думает что Германия нехорошо для себя и хочет это видимо Оле Ани кто-то прислал но хочет переехать но не знает куда друзей подружек в Германии нет стало очень замкнутой ну тут еще возраст Сатурна влияет как бы в принципе парикмахерское дело неплохо Венера в Тельце в пятом доме северный узел в принципе да давайте подумаем Германия конечно ну так две две планеты сейчас мы посмотрим по картографии что в общем как бы тут идет линия хорошая сейчас мы уточним насчет вот этого Карл с так город называется Карл с Руэ вот он так вот он ага недалеко да он недалеко от этой как раз линии Венера Асцендент я бы советовал переехать Лиане во Франкфурт на Майне смотрите Германия для нее не то чтобы так было прям плохо нет и просто она вступила в возраст Сатурна и из-за вот этого одиночества кстати очень трудно преодолимого у нее конечно как-то вот душевное ее состояние на этом фоне ухудшается со склонностью к депрессивности у нее ведущая перинатальная матрица по Грофу матрица депрессивная и конечно это вот и портит настроение разумеется вот потом Плутон идет потом Нептун потом Уран причем Плутон ретроградный да здесь трудновато но надо переехать попробовать у нее там бы блестяще пошла ее сложилась бы вот эта парикмахерская карьера потому что профессия это очень востребованная во Франкфурт на Майне ну и еще если как бы нам попробовать подумать вот насчет Калифорнии дело в том что как раз ведь там в Калифорнии огромная диаспора и посмотрите как раз через основные города Калифорнии идут шикарные ангуляры прямо почти рядом с Сан-Диего Юпитер ангуляр Юпитера недалеко от Элея и Сан-Хосе и Сакраменто ангуляр Хирона если вы поговорите если ей Германия ну просто совсем вот никак не хочется ни в каком виде Лиане тогда передайте пожалуйста ей мой дружеский совет стараться переехать в Калифорнию на города которые расположены недалеко от побережья Тихого океана и она как-то воспрянет если она к таким радикальным переездам не готова то хотя бы поменять город Карлс Руэ на Франкфурт на Майне и там пойдет ее хотя бы сложится удачно парикмахерская карьера ну а по поводу вот этого главного вопроса что она не замужем здесь конечно ситуация ну как бы очень трудно преодолимая но не то что совсем безнадежная но для этого возможно ей надо переехать потому что вот в Карлс Руэ ситуация вряд ли изменится к лучшему поэтому конечно подумать о Калифорнии для Лианы Т это самые правильные мысли в Калифорнии Продолжение следует...